сейчас идем наверх подрезаем вверх так ребятки следим следим тряпка валик сейчас мы с вами знаете чего хозяйскими пассатижиками которого он не приготовил бом обламывать кончик кончик должен быть острый хотя эти лезвия как бы долго играющая олфа каленая 10 лезвий стоит 500 или 600 рублей ребята выкусываем кончик и продвигаем сюда вот это лезвие я буду почти до конца использовать и она будет не отлично резать кромки забираемся наверх прокатывайся с вами стык и режем вверх прикатываю стык туда-сюда если надо могу и пальцами полчаса еще клей живой вот стык еще двигается но через полчаса не рекомендовано вам ничего отрывать потому что у нас оторвет просто шпаклевку и вам придется уже перешпаклевывать стены если увидите чё-то не то вы клеите кверх тормашками или как делайте поскорее сразу какую-нибудь эту работу не затягивайте то что потом оторвете вам придется потом просто перешпаклевывать стены потому что очень высокая клеющая способность у этого клея я как-то оторвала его через полчаса так он уже такими кружками мне систему уже шпаклевку прошел но потом вы не волнуйтесь когда будет уже потом тема через там 10 лет он спокойно отходит без проблем вы его снимете так ребята смотрите он мне уже приклеил кроме последнего сантиметра хотя вот клей он он еще живой тут то есть мне добавлять его не надо мне сейчас надо прогул прогладить верхний контур и так я ставлю и вот так скольжу вдоль потолочного плинтуса справа и слева я сейчас буду резать на ваших глазах смотрим внимательно и запоминаем почему я буду резать по пластику как вы думаете по какой причине они по железу потому что он обладает толщиной толщина в этом случае мне на руку 3 миллиметра толщина пластика в отличие от железа и я оголю не стену а вот я ставлю ребята вот я ставлю под галтель прям впритык смотрите сюда вот я ставлю впритык смотрите кладу его прям пенопласты попираю вот я поставила а вот этот нож я положила на него вот так и острым кончиком я режу вот потихонечку передвигаю конец оставила и передвигаю сюда смотрим ребята смотрим работу стена у меня не оголена нет потому что я режу я упираю прям в галтель а он обладает толщиной смотрите какая у нас красота у нас вверх очень хорошо подрезан без всяких бахромов без всего но обои были куплены и хорошего класса обои были куплены мало того что по дизайну отличные они были еще качественные покупайте качественно обои для качественной поклейки смотрите как клево я подрезаю по стене за счет толщины у меня нету зазоры между обоиной и пенопластом так тут я подрезала идем теперь ребят с вами сюда кладу нож передвигаю шпатель потихонечку не на всю длину на его 23 сантиметра а сантиметров по 10 его потому что у нас все там кривую а если будем резать маленькими лучиками у нас будет прямо ребята смотрим как красиво какой красивый четкий край оцените работу белоснежный потолок качественные обои хорошая поклейка залог успеха пишем комментарии ставим лайки